Привет дорогие друзья и гости моего канала цветочный сад у Аленушки. Сегодняшнее видео пойдет у питуньи. Увеличиваем количество питуньи. Легкая процедура, которая увеличит количество питуньи в 2, а то и в 3 и более раз. Все зависит от вашего желания. Если у вас есть растения примерно такого вида, где более вытянутые побеги, где есть возможность побеги эти укоренить, если вы приобрели свое растение в магазине и тоже развивается растение не в кустице, пышным кустиком, а именно развивается в побеге, даже если цветоносы, конечно в дальнейшем это растение не будет вид иметь красивый. И что мы делаем? Мы эти побеги укореняем и тем самым увеличиваем количество растений. Если вы не выращиваете питунью в основном, а приобретаете у продавцов, купив растение, тем самым можно сэкономить и деньги, и увеличить количество питуньи. Тем более, если это ампельные виды. Приобрели растение, черенкуйте, высадили растение, видите, не такой, как нам нужно вид, черенкуйте. Уже начала я черенковать одно растение, один горшочек я обрезала. Здесь перед вами микс, колиус у меня, особенно вот этот зелененький, немножко подмерз, поэтому он такой слабенький стоит, красненький вроде ничего, разрастается нормально. Здесь у меня и лобелия, и одно растение питуньи. Итак, очень легко укоренить, ампели особенно очень легко укореняются. В качестве примера покажу вам вот такое растение. Итак, первое, что мы делаем, обрезаем черенки и веточки. Я буду делать это, ну, наверное, вот так где-то. Видите, родной руку неудобно, но я думаю, суть будет ясна. Берем череночек, я, наверное, сразу, так как на улице ветрено, да, дождь хотя бы сейчас прекратился. И сейчас я сразу покажу, как я укореняю. Берем корневин, опускаем корневин, опудриваем, стряхнули. И вот так укореняем в грунт и примяли немножко. Сейчас я все растюшки, которые буду укоренять, укореню и расскажу, что обязательно должно быть в грунте, чтобы растение наше хорошо прижилось, хорошо укоренилось. То есть черенки, чтобы не растение, а пока что черенки хорошо укоренились. Так, вот это мы берем. То же самое. Корневин. Можно даже без корневина. Главное, чтобы был хороший грунт. Стряхнули. И примяли. Вот так. У основания обязательно надо примять у ствола. Вот так. Так. И последнее. Вот это я возьму, наверное, растеницы. Вот так я это уберу. Вот так срежу. Но вот здесь ствол уберу. Он мне не нужен. И здесь я все же вот так покороче сделаю. И вот так оставлю развиваться в дальнейшем это растение. Хотя вот пускают цветоносы, смотрите. Но если бы я оставила вот эти три ствола, они бы в один побег шли и все. Не было бы кустистости. Поэтому я убиваю два зайца. Делаю в дальнейшем. Пусть я немножко позже увижу цветение этого кустика. Но зато у меня будет хороший пушистый кустик и плюс посадочный материал. И в корневин. Стряхнули. И примяли. Вот такие черенки сегодня я укоренила. Значит, первое, что мы делаем. Отрезали веточку, опудрили в корневине. Углубили в любую тару, либо стаканчики, либо контейнеры. Обязательно должно быть дренажное отверстие. Я срезаю уголочки вот здесь снизу. Плюс к отверстиям в этих лоточках должны быть или в стаканчиках. Обязательно хороший питательный грунт на основе верхового торфа. Можно сразу купить готовую цветочную землю. Или сделать самим. Ну, конечно, можно добавить и перолит, или вермикулит для рыхлости почвы. У меня здесь, сейчас на свет вам покажу, на солнышко. У меня здесь почва купленная. Я приобретала в цветочном магазине. Готовый цветочный грунт. В нем я и укореняю. И обязательно, когда укореняем черенки, вы это увидели, что я приминаю вот так. Когда я опустила черенок, я примяла вот так, придавила у ствола. Придавила грунту. В дальнейшем я пролю немножко, увлажню. И это в пакетик опущу, сделаю тепличку. И поставлю на подоконник. Если будет жарко, конечно, я буду сейчас, в данный момент, чтобы не так уж сильно солнце припекало, потому что черенки повянут. Нам нужно теплое, светлое место, но защищенное от прямых солнечных лучей. Опрыскивать можно будет по листу, проветривать и добавлять на опрыскивание стимулятор роста любой. Итак, 10 дней и черенки ваши будут готовы. И потом в дальнейшем они быстрее даже зацветут, если мы свое растение высаживаем, сеем из семян. И растение вырастает из семян, а зацветает позже, чем черенок. Черенок быстрее зацветет и будет нас радовать цветением. Поэтому у нас последний день мая. Ждем июня, ждем тепла. Сегодня, правда, солнышко выгляло на какое-то время. У меня с утра не было дождика, потом дождик, потом вот так солнышко. Ну, периодично, постоянно это дождевая неделя. Вот так, друзья, в небольшом видео показала вам сразу, как я ухаживаю за своими горшечными растениями питонии. Как я делаю больше посадочного материала, особенно очень много растений, которые продают продавцы, более не имеют такого компактного пушистого куста. Есть хорошие, конечно, растюшки продают, шикарные растения, но есть, которые вытянутые в побеге, уже с цветоносами, но этот побег вытянутый. То есть, не было вовремя прищипки. Поэтому, если вы приобрели, не бойтесь, обрезайте, укореняйте, и ваши растения будут вас благодарить красивым и пышным цветением. До новых встреч, пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх, чтобы не пропустить дальнейшие мои видео. Кликайте под видео на колокольчик. Вам здоровья, удачи, до новых встреч.